Смотри, какая идеальная. Вот, вот, раз, раз, раз. Это где-то вот такой кусочек, вот такой. Сердечко делается, заменяется, получается кусочек тартара. Фокус-фокус, тру-ля-ля. Сухой лед есть? Нормально? Это самое простое, но самое сложное блюдо. Это вкусно. Это вкусно или очень вкусно? Это вкусно, это очень вкусно, это ням-ням. Никто об этом не знает. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня готовим два блюда армянской современной еды, то есть это продукты наши, все местные, техники зарубежные, которые я привез из-за границы. Будем делать такой ультрафайнданик, но армянский. Первое сделаем такое знаковое блюдо для меня, это тартар далма называется. Второе блюдо у нас будет более техничное, это форель, она выращена в Армении, красная форель. Мы ее ферментируем в течение 10 дней, получаем супер-супер хрустящую корочку для жарки. Но поскольку ферментация проходит и форель высыхает, она становится более текстурным и вкусным. Поэтому мы из него сделаем тартар, тоже тартар, да, сделаем, подадим в тарталетках из солода. Это тоже армянский солод. Очень классно, не переключайтесь. Погнали, да? Погнали. Значит, мы берем фермерское мясо, гаежевую вырезку. Она тоже несколько дней у нас стоит в специальном холодильнике, dry-ager. Что такое dry-ager? Она просто высушивает чуть-чуть мясо, застаривает и получается у нас более текстурное и фактурное мясо. Что мы делаем? Вот ребята подготовили уже мне все ингредиенты для классического тартара. Только мы используем еще желтки, они вареные, 65 градусов. Где-то час мы варим, получается пастеризация и становится крем из желтков. Вместо майонеза мы используем крем из желтков. Горчица, помидоры, которые мы закрыли летом, каперцы, лук, зеленый лук, кабачки. Мы его нарезаем. Я не люблю подмороженное мясо, все такое. Лучше есть свежее, а еще лучше ферментированное. То есть мы поставили его на несколько дней. Примерно 7 дней занимает легкая ферментация говядины. Вот я так нарезаю. Оп. И потрасты. Используем на порцию 60-70 грамм. Дома можно прям рукой замерять. Это где-то вот такой кусочек. Сердечко делается, замеряете, получается кусочек тартара. Ловким движением руки нарезаем мясо. Вот так. Есть один маленький секрет по приготовлению тартара. Чтобы у вас получился вкусный тартар, нужно мясо заранее подсолить. То есть, что это значит? Когда вы собираете все ингредиенты, нужно заранее подсолить, добавить горчицы, и она станет мягче, вкуснее и соленее. И тогда получится классный тартар. Мы снимаем одним дублем. Смотри, какая идеальная. Вот, вот, раз, раз, раз. Еще раз проходим, чтобы было легче жевать. Потому что жуют всякие люди. У кого-то плохо с челюстью. Шучу. Вот, все нарезали. Все, кидаем сюда. Фокус-покус, тру-ля-ля. Закрываем мясо, чтобы оно ничего с ним не произошло. Берем маленький лёшка. И добавляем сначала, как я говорил, горчицу. Вот. Ребят, дайте соль, пожалуйста. Соль, соль. Ах, ахма. Перемешиваем. Будем подавать на этой красивейной тарелочке. Либо не на этой, на какой-то другой. Да, спасибо. Ага, можете. Мы берем копченую соль. Это копченая соль. Мальдон называется. Хорошая соль. Обожаю. Подсаливаем. Все. Перемешали. Нам надо добавить лук хоровату. Перемешали. Добавляем каперсы. Чуть-чуть больше добавим. От каперсов всегда пахнет похмельем. Знаете, да? Хорошо перемешаем мясо. Берем еще одну чистую ложечку. Добавляем сюда уже вот крем из желтков. Продолжаем. Вот у нас получается такая консистенция. Как будто я добавил туда майонез, но его там нет. Все перемешали, перемешали. Добавляем чуть зеленого лука, потому что я его люблю. Добавляем немножко больше томатной воды. Это помидоры, которые мы закрывали летом. Все. У нас основа готова. Основа готова. Мы ждем несколько минут, чтобы оно чуть промариновалось. Я подготавливаю саму фишку. То есть оно на вкус похоже на долму. Только сырую. Вот когда фарш делаешь дома, вот точно-точно такая же тема. Мы берем виноградные листья. Вот они у нас жареные. Дегидрированные виноградные листья. Чтобы получить максимально интенсивный вкус, мы добавляем туда сушеный нори. Вот порошок. То есть нори и виноград очень похожи на вкус, на самом деле, когда сушеный нори. Вот. И получается у нас такая гламурная подача. Сейчас еще один маленький секрет открою. Значит, с чем едят тартар? Тартар едят с хлебом, правильно? Но я был бы не я, если бы мы подали бы просто хлеб. Это просто невозможно. Возбутимо было бы. Мы сделали крем-мусс из бородинского хлеба. Из черного хлеба, в котором мы добавляем масло чамана. Масло от бастурмы. Отдайте масло от бастурмы, я забыл. Еще мы добавляем кунжутный соус. Сейчас я его даю. Ага, спасибо. Вот оно, масло. Мы берем бастурму, ставим в огромное количество масла, протапливаем, и у нас получается суперароматная штука. И она прикольная, она вкусная, и всем знакомый этот вкус. И, конечно, добавляем немножко трюфеля, оливковое масло. Добавляем волшебного секретного соуса из кунжута. Следующий шаг у нас это хлеб. Хлеб, который мы заранее приготовили. Это черный мусс. Вот. Это черный хлеб. Мы просто его приготовили, взбили, добавили сливки, чеснок, чтобы вам было вкусно. Я добавляю туда масло чамана, чтобы нам всем знакомый вкус появился. Закрываем это виноградным листом. Все готово. У нас тартар, долма. О, давайте сухой лед добавим. Сухой лед есть? Это форель. Мы ее выдерживали примерно 6 дней, чтобы корочка высохла, то есть высохшая корочка, и влага выходит из рыбы, то есть она становится более насыщенной вкусом. И когда жаришь, у нее получается такая корочка, вот видишь, такая корочка получается супер хрустящая, very, very crispy, так сказать. И она готовится быстрее, потому что очень мало влаги там. Мы сейчас возьмем одну часть. Просто вот. Сделаем из нее тартар. Смотри, какая она жирная. Очень крутая рыба. Это я использую потом на обед все. Шучу. Мы его тоже подаем как тартар. Смотри, какой цвет, какая текстура. Она по-другому, в общем, ощущается во рту абсолютно по-другому. Мы его будем подавать с несколькими видами икры. И очень интересная штука, это копченые лимоны. Он делается из корочек. Мы срезаем корочки, варим, 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 потом взбиваем, и получается такой крем. Соотношение с маслом 50 на 50 сливочным маслом. У нас получается жирный такой крем. Чтобы нейтрализовать вот этот вкус жира, мы его сильно коптим. То есть она копченая, кислая. Очень интересное сочетание на самом деле. Потом для разных текстур мы используем икру. Это тоже из форелевая. Это из сметаны. Это из васаби, чтобы добавить остроты. Нарезаем не очень мелко, как говядину, чтобы ощущались все кусочки. Вот раз. И нам сюда нужно будет добавить не красный лук, а зеленый, потому что красный лук полностью убьет весь вкус рыбы. Оставляем такие немаленькие кусочки. Берем вот такую штуку. Берем вот такую штуку. И все аккуратно перекладываем в миску. Можно дома тоже попробовать. То есть рыбу повесить на крючок в холодильнике и поставить внизу соль. И получается просто уйдет лишняя влага. Несколько месяцев назад мы купили трюфель. Чтобы не израсходовать его полностью, мы сделали из него пюре. Взбили просто с солью и теперь делаем из него майонез. Яйца, масло и получается трюфельный майонез. Добавляем деликатный продукт, этот трюфель. Добавляем чуть-чуть оливкового масла. Она, к сожалению, не армянская, греческая. Добавляем чуть-чуть лимонной цедры. Всегда лимоны надо в горячей воде вымывать, потому что очень много воска. Очень много воска и это не очень прикольно на самом деле. Плюс их обрабатывают чем хочешь, пока они доезжают до Армении. Это грузинские лимоны. Это самое простое, но самое сложное блюдо, которое есть у нас в дегустационном сете, поскольку технически оно развито. И вот эти тарталетки делаются очень долго. Это солод, мука и яйца. Это песочное тесто без сахара. То есть сделать песочное тесто легко, но когда там нет сахара, оно не... Очень тяжело его делать. Следующий шаг мы начинаем дополнять вкусами наш тартар. Это сметана. Мы его предварительно варим, замораживаем и получаем вот такие сферы. Это желе из сметаны. Очень грубо говоря, да? Следующий шаг у нас это красная икра. Она у нас работает как вкусовая. Укладываем икру красную. Берем зеленую. Васаби тоже желе. Это все супер знакомое всем, просто немножко в других формах. Я считаю, что вся армянская кухня должна быть так. Знакомые вкусы, но другие формы. Надо, чтобы было супер красиво. Цветы это анютины глазки. Я с детства это мои любимые цветы. А потом оказалось, что они еще съедобные. Это стало для меня, да. Они съедобные полностью. Поэтому мы используем их часто в еде. Это на самом деле сейчас тренд. Тоже во всем мире все используют цветы. Есть блюда просто, которые без этого никак. И помните, сначала я рассказал про лимонный крем. Вместо лимона мы подаем этот копченый лимонный крем. Вот так ставим. Гости вот так делают. Такая интерактивная тема. Все. Все, погнали. Так, погнали. Начиная отсюда. Так, начинаю отсюда. Вилочка, вилка, вилка. Вилка, вилка. И пробую. Постарайся захватить еще крем обязательно хлебный. Вот он. Подожди. Давай я так уберу. Давай. Отсюда вот так все. А, вот этот, да? Да, да. Все вместе. Давай. Это вкусно. Это вкусно или очень вкусно? Это очень вкусно. Это очень-очень вкусно. Потому что здесь, вот ты прав, там знакомые вкусы, но они подальны и по-новому совершенно. для вас. Вот в этом на самом деле и есть вся фишка вот современной армянской кухни для меня. Потому что не надо придумывать велосипед. Все придумывают. Годниками люди ели это. Надо просто правильно упаковать все. Оно очень нежное. Ням-ням. Это божественно. Это очень вкусно. Это нежно, это интересно. Это гастрономическое приключение. Реально. Ням-ням. Ну, я хочу добавить. Ну, будет много. Ну, чуть-чуть добавь. Ну, чуть-чуть. Значит, мне интересно самой сделать это. И-и-и. Да, вот. Видишь? Я потом надел. Аттракцион такой, да. Вот тебе тарелочка. Та-дам. И-и-и. Она очень нежная просто. Ну, это сама нежность и соус совершенно бомбически реально. Такое сочетание, когда ничего отдельно не выделяется сильно, это целая такая композиция. Е-е-е-е. Шикарно. Все, можем назвать Мишлен. Можно назвать. Можно назвать всех. Давайте сделаем арменинский китчен грейт снова. Все. Снимаю. То есть вы меня обманули, нет? У вас, наверное, будет копченая, можно же попробовать. Уплетаем. Это не копченая? Это мы вырезали.